Здравствуйте! Вы смотрите новости о сети в студии Лесоха Балова и коротко о главном к этому часу. Мы будем смотреть, значит, как у вас обедается масочный режим, запас масок, есть ли у вас антисептики для средств, их не запас. Роспотребнадзор продолжает рейды по торговым точкам для недопущения распространения коронавирусной инфекции. На этот раз проверка была в магазине электронных товаров, есть ли нарушения. Наша задача основная – это развитие въездного туризма в Республику Северную Осетию. В Северной Осетии планируют развивать внутренний въездной туризм. Для гостей в Республике организованы интересные туры по Республике по различным направлениям. Платформа «Россия – страна возможностей» дарит шанс каждому студенту проявить себя на профессиональном уровне. В России стартуют новые сезоны конкурсов президентской платформы. Получители продолжить образование, построить успешную карьеру и многое другое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рабочая встреча состоялась в Пятигорске. Говорили о социально-экономическом и общественно-политическом развитии субъекта. Также затронули вопросы выполнения поручений президента России и реализации приоритетных нацпроектов. Обсудили и недавние изменения мероприятий социально-экономического развития республики, рассчитанных до 2025 года. Дополнительно включили 38 новых проектов. Все они запланированы в Беслане. В их числе строительство подстанции скорой помощи при Республиканской клинической больнице, детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. Ремонт спортивного стадиона на 2000 мест, благоустройство парка, реконструкция домов культуры, творческих центров, автодорог и объектов ЖКХ. Кроме того, в список добавлены мероприятия по социальной защите граждан. Так, для пострадавших в теракте 2004 года предусмотрели ежегодную материальную помощь на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. Отдельно рассмотрели и санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе, и меры по ее стабилизации. В Моздоке сегодня открыли школу на 500 мест. Этого события в районе ждали давно. На торжественном открытии присутствовал глава Республики Вячеслав Бетаров. Из-за пандемии коронавирусной инфекции количество гостей пришлось сократить. Тему продолжит Алана Тумаева. На торжественном мероприятии непривычно мало людей. Из-за ограничительных мер количество гостей максимально сократили. Здесь только учителя, которые уже успели познакомиться с условиями в новой школе. Мы были в школе, конечно, смотрели кабинеты. Это вообще сказка. Хочется сказать, ущипните меня, я, наверное, сплю. Парты необыкновенные, стулья, столы, этот учительский стол, вот эта доска, шкафы, ну, все так предусмотрено, чтобы ребенок себя чувствовал комфортно, чтобы все было удобно. Ну, просто замечательно. Даже слов нет, вот я говорю, это вообще огромное спасибо за такую школу. Вот других слов у меня нет. Не меньше рады родители. Говорят, теперь возможностей для развития детей в Моздоке стало еще больше. Активные комплексы, интерактивные доски очень шикарные, которые дети могут и рисовать, и заниматься, и развиваться. И кабинеты шахматный дебют, и кабинеты ИЗО. То есть стадион, это вообще шикарный, конечно, стадион. Занимаясь спортом, как говорится, сейчас все на то, чтобы дети были здоровыми. Вот в этой школе, я считаю, все создано для того, чтобы дети были именно наши здоровые и счастливые. На торжественном открытии почетные гости. Вячеслав Бетаров отмечает, в Моздокском районе строится и сдаются множество социально важных объектов. Все это в рамках программы социально-экономического развития района. Глава приветствует коллектив школы и желает им успеха в работе. Но главное – здоровья. Хочу пожелать коллективу школы, педагогическому коллективу, чтобы вам, как это говорят, утром хотелось идти на работу, а вечером не хотелось уходить. Поэтому больше внимания уделяли воспитанию наших детей и чтобы всегда гордились своими учениками, а ученики всегда в своем сердце сохраняли вас с благодарностью, вспоминая также годы, проведенные в стенах этой школы. Главе республики провели экскурсию, показали кабинеты, их оснащение, новые актовые спортивные залы. В школе теперь есть и новый стадион. Глава предложил давать его в распоряжение спортивным секциям Оздока. Но на сегодняшний день главное – сохранить здоровье детей. И об этом позаботились. В каждом классе бактерицидные лампы. Переносные и маневривные, и можно на прочее управления поставить таймер. То есть, при чувствах нельзя использовать. И за это отдельное вам спасибо. Это очень удобно и очень комфортно. Школа рассчитана на 500 человек. Здесь будут учиться только начальные классы. И теперь их обучение будет проходить с первой смены. Раньше учились со второй. Уроки заканчивались в половине шестого вечера. Времени для дополнительных занятий не оставалось. Поэтому новому графику учебы рады все. Всего во вторую смену у нас обучалось на данный момент 245 детей. Это третьи и четвертые классы. И, конечно же, время проведения в школе заканчивалось очень поздно. И о каком дополнительном образовании могла идти речь. А сейчас мы все сможем перейти в первую смену. То есть, в первую половину дня, когда самая работоспособность за ребенка. И мы будем обучаться здесь с первого по четвертый класс в первую смену. Вячеслав Бетаров отмечает развитие у республики. Большое внимание уделяет руководство страны. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить президента страны. Ведь это по его поручению в 2017 году было принято постановление правительства Российской Федерации по социально-экономическому развитию нашей республики. И в этом постановлении очень много объектов Моздовского района. И сегодня мы благодаря этому постановлению, поручению президента присутствуем на открытии очередного объекта в Моздовском районе. Хочу поблагодарить федеральные правительства, которые выделяют средства ежегодно. Благодаря которым мы реализуем свою программу социально-экономического развития Моздовского района. А те объекты, которые не подкреплены финансированием федеральным, мы финансируем за счет республиканского бюджета. Поэтому и дальше будем реализовывать эту программу. В этом году началось строительство школы в селении Кизляр, где и вторая смена существует. И поэтому надо решать там также вопрос. Приступим к строительству школы-интернат. Здесь Моздовь, которая сегодня тоже находится в тяжелом состоянии. Поэтому будем дальше реализовывать эту программу и снимать те проблемы, которые существовали в Моздовском районе. В планах сдать еще не один социально важный объект в Моздовском районе. Работа по развитию идет планомерно. Алана Тумаева, Александр Левченко, Новости Осетии. Сегодня же Вячеслав Бетаров провел совещание в администрации Моздовского района. В основном вопросы касались исполнения перечня мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Моздовского района до 2022 года. Вячеслав Бетаров еще раз напомнил, что Моздовский район стратегически важен для Северной Осетии. Многое зависит и от руководства района. Только при заинтересованности всех сторон и общем стремлении добиться результата удастся достичь желаемого уровня социально-экономического развития. Рассмотрели исполнение протокольных поручений, которые были даны главой республики по итогам сходов граждан в прошлом году. Тогда жители селения Кизляр обращались с просьбой провести ремонт в сельском доме культуры. Как сообщил глава районной администрации Олег Яровой, проектно-осметная документация на проведение необходимых работ находится в управлении капитального строительства республики. Вячеслав Бетаров поручил Министерству финансов Северной Осетии предусмотреть финансирование для ремонта дома культуры селения Кизляр из республиканского бюджета на 2021 год. И отметил, что часть средств на оснащение ДК должно изыскать руководство Моздовского района. Прорабатывается и вопрос создания на базе районной больницы сердечно-сосудистого центра. Как сообщила заместитель министра здравоохранения республики Тамара Томаева, в 2021 году планируется приобрести компьютерный томограф и иную необходимую технику, что позволит открыть первичное сосудистое отделение. Непосредственно центр будет создан до 2024 года. После приобретения ангиографической установки глава республики поручил Министерству здравоохранения подготовить дорожную карту реализации данного центра в более сжатые сроки. Говорили и о строительстве родильного отделения в Моздоке и капитального ремонта Моздокской центральной районной больницы. Глава потребовал до 15 января 2021 года завершить разработку проектно-сметной документации. В Москве на 92-м году жизни скончалась известная цирковая артистка, народная артистка РСФСР Дзараса Туганова. Она родилась 4 февраля 1929 года в семье цирковых артистов. Отец Михаил Николаевич, известный как человек из легенды, пришел в цирк в 1922 году. Сама Дзараса Туганова поначалу цирком не увлекалась. Она занималась национальными танцами, балетом, поступила в Институт иностранных языков имени Мориса Торреза. В цирк попала случайно, пришла на репетицию к родителям. В 1951 году она уже начала выступать в труппе своего отца. А в 1962-м создала новую труппу наездников джигитов и рестон, которая тоже принесла мировую славу советскому цирку. Дзараса Туганова привнесла в искусство джигитовки свою особую фирменную эстетику и красоту. Дзараса Михайловна оставила манеж в 1990 году. В последние годы жизни активно участвовала в жизни Московской истинской общины. И к другим новостям. За сутки, по данным Роспотребнадзора, выявлено 78 новых случаев заболевания COVID-19. Всего зараженных новой коронавирусной инфекцией в республике 9444 человека. 368 находятся на амбулаторном лечении. В медучреждениях 334 человека. Больше 8 тысяч человек выздоровели. В связи с распространением коронавирусной инфекции в республике продолжаются рейды, посвященные предотвращению распространения COVID-19. На этот раз сотрудники Роспотребнадзора побывали в магазине электронной техники. Выявили нарушение или нет, расскажет мой коллега Хеток Плиев. Безопасность персонала и посетителей в период пандемии – важная задача для предпринимателей. Ежедневно торговые центры посещают тысячи людей. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют, как выполняют их предписания. Мы будем смотреть, как у вас обыдается масочный режим, запас масок. Если у вас антисептики, да и средства, их не запас. С медицинскими масками в магазине проблем нет. На входе они предоставляются посетителям бесплатно. Здесь же и антисептик. С запасом защитных средств проблем тоже нет. Все вовремя обеспечивается. Поставки каждую неделю осуществляются. Контролируем наличие средств индивидуальной защиты в ежедневном режиме. Персонал на посетители не жалуются. В основном установленный порядок соблюдают. Нарушители встречаются, но их гораздо меньше, чем в первую волну. Сейчас много людей болеют, поэтому я отношусь к этому положительно. У меня даже есть знакомые, которые болеют, поэтому я к этому положительно отношусь. Если с масками и антисептиками здесь все в порядке и всего хватает, то от оборудования для обеззараживания воздуха здесь нет. За это нарушение компанию оштрафуют. Размер штрафа от 200 до 500 тысяч рублей. В данном магазине соблюдается масочный режим, но все-таки есть посетители, которые не хотят, скорее всего. И в данном случае нужно обеззараживать воздух, для того, чтобы посетители и сотрудники не дышали этим воздухом. В чем заключается процесс обеззараживания этого оборудования? То есть он через себя прогоняет воздух, и тем самым уже уходит обеззараживание воздуха. За подобные нарушения Роспотребнадзор уже выписал 8 протоколов. Все дела передадут в суд. Хитекпли, Взар Кодзаев, новости сетей. Накануне в социальных сетях распространилась информация о том, что директор 8-й бесланской школы якобы нанесла побои семикласснику. Причиной конфликта стала электронная сигарета, которую ученик пронес на территорию школы. Министерство внутренних дел Республики провело служебную проверку. Данная информация не подтвердилась. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних немедленно приступили к проверке по данному факту. По предварительным данным, согласно объяснениям родителей и самого ребенка, при участии детского психолога информация об избиении не подтверждается. Телесные повреждения мальчик получил непреднамеренно, несколькими днями ранее во время тренировок. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних с привлечением заинтересованных субъектов системы профилактики дополнительно проведут в учебных заведениях профилактические мероприятия с целью предупреждения потребления несовершеннолетними никотиносодержащей продукции. По словам директора образовательного учреждения, подобные факты новостные паблики должны проверять более тщательно. Можно обратиться к так называемым средствам массовой информации, хайп-хайпам, но не нужно быть всеядным, нужно хоть чем-то обрезговать в погоне за этим. Так вот, когда у вас закончатся интересные информационные поводы, двери школы всегда открыты. У нас есть так много интересных проектов, и так мало площадок, на которых мы их можем представить. А споры и страсти в школе действительно жаркие, но только в процессе рождения больших идей. В этом году на финансирование сельскохозяйственной отрасли из федерального центра выделили 1 млрд 451 млн рублей. Текущий год был очень плодотворным. Аграриям республики удалось собрать рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур. Высоких показателей фермеры достигли и в растении водстве, и в животноводстве. Подробнее обо всем Георгий Цапаров. Сумма экспорта сельхозпродукции из Северной Осетии за 10 месяцев этого года составила больше 54 млн долларов. Это на 8 млн выше запланированного показателя. Об этом журналистам рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Казбек Марзоев. За границу осетинские производители экспортируют зерновые культуры, рыбу и мясо. По сравнению с прошлым годом, почти на 3000 гектаров увеличилась площадь посева азимово-рапса. Еще в этом году аграриям республики удалось собрать рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур. У нас осталось около 2800 гектаров неубранной площади пропоршных культур. И планируем около 812 тысяч тонн минимум получить. В общей сложности вместе с азимами зерновыми. Это пшеница, ячмень. Что касается животноводства, то и здесь, по словам Казбека Марзоева, республике есть чем гордиться. По сравнению с прошлым годом, производство мяса, молока и куриного яйца увеличилось в среднем на 129%. Высоких показателей фермеры достигли и в растеневодстве. У нас на сегодняшний день вместе с ЛПХ площадь под садами составляет 4423 гектара, из которых 3033 гектара. Это сады, высаженные нашими сельхозтоваропроизводителями отдельно в ЛПХ 1390 гектаров. Я не помню, чтобы такой рост по посадкам садов был даже в советские времена. Если в 2017-2018 годах количество овец в республике не превышало 13 тысяч, то в этом поголовье составило почти 85 тысяч. Поголовье птицы в настоящее время составляет 308 тысяч голов. В ведомстве рассчитывают до конца года удвоить цифру. Неплохих результатов удалось достичь и в рыбоводстве. У нас увеличение идет на 49,7%. И плановая цифра к концу года, по нашим подсчетам, составит более 3,5 тысяч тонн уже готовой к реализации рыбы. Для сравнения, также всего 340 тонн было буквально два года тому назад. В этом году на финансирование отрасли из федерального центра выделили 1 млрд 451 млн рублей, из которых на программу комплексного развития сельских территорий в республике направили больше 835 млн. И на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства почти 717 млн. рублей. В Северной Осетии планируют развивать внутренний въездной туризм. О своих планах журналистам рассказал руководитель туроператора «Эверес» Руслан Цоков. Это направление пользуется большой популярностью. По официальным данным, Северную Осетию за лето посетило около 40 тысяч человек. Для туристов организовали интересные туры по республике по различным направлениям. Это походы с краеведческим уклоном, на которых гости смогут узнать много интересного об истории, бытии, традициях и культуре «Остин». Также гостей ждут туры оздоровительного характера. Что касается направлений туроператора «Эверес», мы направлены на внутренний въездной туризм. Мы не направлены на выездной туризм, мы не имеем соответствующие документы, мы не ставили эту задачу. Наша задача основная – это развитие въездного туризма в республику Северную Осетию. Ну и заодно мы берем и соседние республики, потому что сейчас это популярно, модно и востребовано. Студентка Владикавказского торгово-экономического техникума Данна Тотрова стала победительницей 6-го национального чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс» в компетенции выпечка остинских пирогов. На закрытии чемпионата студентку наградили почетной грамотой и денежным призом. Также в команду Северной Осетии вошло 11 человек, среди которых трое заняли четвертые места по компетенциям электромонтаж, портной и вязание спицами. Всего в чемпионате приняло участие более 2000 человек из 81 региона России. Чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс» для нас это не просто чемпионат, мы его не ради чемпионата проводим, а это оценка эффективности подготовки всей нашей системы профессионального образования. И те результаты, которые мы получаем, они свидетельствуют именно об уровне подготовки наших специалистов. Стартуют новые сезоны конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Представители Северной Осетии уже не раз добивались успеха в образовательных, творческих и научных проектах. Получители продолжить образование, построить успешную карьеру, найти работу мечты, создать полезные решения для своей малой родины и познакомиться с близкими по духу людьми. Все это возможно, приняв участие в конкурсах. Для этого достаточно подать заявку на участие. Подробности в нашем сюжете. Получить новые возможности проще, чем кажется. Во всех регионах нашей страны стартовал прием заявок на проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей». Школьников, студентов и молодых специалистов ждут Олимпиады и конкурсы, которые помогут поступить в ВУЗ и получить льготы на продолжение образования, найти работу мечты и запустить собственное дело, бесплатно пройти курсы, получить персонального наставника и познакомиться с единомышленниками. Проект для поиска первой работы «Время карьеры» и профстажировки 2.0. Конкурс «Учитель будущего» – студенты. Проект для тех, кто хочет научиться успешно вести соцсети – ТОП-блог. И конкурс для представителей туриндустрии «Мастера гостеприимства». Стартовала заявочная кампания конкурса для школьников «Мой первый бизнес». Я желаю всем школьникам, студентам и молодым специалистам попробовать себя проявить на платформе «Россия – страна возможностей». И, конечно, всем желаю победы. Более 5000 победителей уже получили стажировки, образовательные гранты, денежные премии и поддержку проектов. Платформа «Россия – страна возможностей» дарит шанс каждому студенту проявить себя на профессиональном уровне. Это шанс найти свою дорогу в жизни, это шанс приобрести новые знания, это шанс найти новые знакомства. Подать онлайн-заявку для участия в конкурсах можно из любой точки страны на сайте rsv.ru.